Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Банкротство по упрощенке, индивидуальные тарифы ОСАГО и смягченные условия выдачи кредитов. Как изменится жизнь россиян в сентябре? Сохранить историческую память о героях Великой Отечественной войны на территории 148-й школы открыли Стеллу в честь погибших летчиков. Спектакль, объединивший в себе оперу, балет, мюзикл и драму. В Самарском театре «Витражи» новый сезон открылся постановкой «Муха-Цокотуха». До конца сентября в России действуют антикризисные меры. В течение месяца еще можно обратиться за детскими пособиями в 10 тысяч рублей тем, кто не успел этого сделать раньше. Продолжаются также кредитные каникулы для бизнеса и граждан, попавших в тяжелое финансовое положение из-за пандемии. При этом уже с начала сентября родителям, потерявшим работу, не будут доплачивать на детей по 3 тысячи коронавирусных рублей ежемесячно к пособию по безработице. Минимальный размер самой выплаты вновь составит полторы тысячи рублей в месяц. Из-за пандемии его повышали до четырех с половиной тысяч. Кроме того, в этом месяце в силу вступает еще ряд важных законодательных изменений. Подробнее о них в нашем сюжете. Получить необеспеченные потребительские кредиты станет проще. С начала сентября Центробанк смягчает условия их выдачи. Регулятор снижает значение надбавок коэффициентом риска. Необеспеченный кредит означает, что заемщик может взять его, не предложив взамен никакого залога или взноса. Коэффициенты риска учитывают вероятность выплаты кредита. А надбавка – это необходимая сумма, которая должна быть зарезервирована в банке для покрытия возможных потерь. Как отмечают финансовые аналитики, с начала года банковский сектор заработал более 760 миллиардов рублей прибыли. Но из-за пандемии коронавируса возросла просрочка платежей, и некоторые кредитные учреждения оказались в тяжелой ситуации. Благодаря послаблениям ЦБ банки не будут приостанавливать выдачу кредитов. А вот должники с сентября смогут объявить себя банкротом бесплатно и без судебного решения. Как рассказывают эксперты, мера коснется тех, чей долг не превышает 500 тысяч рублей, поскольку у таких граждан часто нет денег на судебные издержки, а они в среднем составляют около 150 тысяч рублей. Законодательная инициатива как раз предусматривает возможность вне судебного банкротства через подачу заявлений в МФЦ, когда лицо, само должник, подает заявление и просит признать его банкротом. Через полгода, если это лицо соответствует критериям, установленным законом, он считается, скажем так, упрощенно очистившимся от долгов. В отношении лица должно быть завершено исполнительное производство, либо прекращено. Это МФЦ специально проверяет, и у него должно отсутствовать иное имущество. С 5 сентября в стране заработают новые правила тарификации ОСАГО. Стоимость автогражданки водителям будут рассчитывать индивидуально. Страховые компании получают доступ к базе ГИБДД, но пока не получили. Они имеют возможность устанавливать свои собственные коэффициенты. Но они должны эти подходы публиковать на своем сайте. То есть кроме возраста, стажа, аварийности водителя будут учитываться другие факторы. То есть и правила дорожного движения. Возможно, дополнительно будет учитываться возраст еще раз. Там может учитываться и семейное положение, и кредитная история. А возможно, там кто-то установит телематические системы для своих застрахованных и будет тоже учитывать это в тарифах. Еще одно важное изменение. Клиенты банков смогут претендовать на возврат части страховки по кредиту, если они его погасили досрочно. Также россиянам разрешат брать займы без покупки страховки. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов. События. Российские врачи, фельдшеры, медсестры, водители машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, получат дополнительные выплаты. Правительство выделит на это 22 миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, более 320 миллионов рублей направят на выплаты сотрудникам центров Федерального медико-биологического агентства, еще около 2 миллиардов сотрудникам социальных учреждений. Глава правительства поручил ускорить перечисление денег в регионы, чтобы выплаты как можно быстрее дошли до получателей. За сутки в Самарской области зарегистрировали 97 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе – 8683. Такие данные в среду, 2 сентября, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 77 пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больниц выписали 6998 человек. Число летальных исходов составляет 133. Четверо скончались за прошедшие сутки. На этой неделе в Самарской области начинается прививочная кампания против гриппа. Первые партии вакцины сегодня поступили на склад в Самаре. Началась отгрузка в медучреждения области. В первую очередь вакцину получат отдаленные районы региона. Сегодня ее повезли на юг губернии – в Пестравку, Большую Черниговку, Большую Глушицу, в село Красноармейское. Завтра вакцины отправятся в Сызрань. Привозят нам на рефрижераторах вакцину. Мы ее разгружаем и храним при температуре 2,8 градусов, плюс 2, плюс 8 в холодильниках. В принципе, она каждый год меняется, потому что штамп-то меняется. Сегодня в регион поступило более 180 тысяч доз детской и более 400 тысяч доз взрослой вакцины против гриппа. В ближайшее время прививки начнут делать в учебных заведениях, а взрослых пригласят на процедуру в поликлинике. Участие в вакцинации добровольное. Масштабный ремонт. В Самаре на улице Победы укладывают асфальт, меняют люки инженерных коммуникаций, укладывают плитку и на тротуарах. По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Елена Малютина расскажет, где ведутся работы и когда они завершатся. Тротуарная плитка устойчива капризам погоды и имеет противоскользящую поверхность. Ее укладывают по особой технологии, чтобы вода не скапливалась на поверхности, а уходила в почву. Я вижу, что Победы, на которой мы уже живем 20 с лишним лет, и сейчас все-таки тротуарчики какие стали. Ну вот плитку, вижу, хорошо, выкладывают. Мне очень нравится. Конечно, преображаются. Везде плитка, везде дороги делают. Дорог, по-моему, за последний год не делали уже, наверное, лет за 10. На щебеночное основание укладывают нетканный геосинтетический материал, затем слой песка, а на него уже плитку. В результате такой технологии с годами она не просядет. Плитку положат в социально значимых местах с большим пешеходным трафиком, например, между улицами Воронежской и Калинина. Рядом с тротуарами подрядчики обустраивают карман для подъезда общественного транспорта к остановке. Это поможет сохранить пропускную способность автодороги и не создавать пробки. За соблюдением технологий следят кураторы муниципального учреждения «Дорожное хозяйство». Обновление и в зоне внимания жителей. Подрядчики, чтобы разгрузить проблемные перекрестки, проезжую часть расширили. На разделительной полосе достраивают островок безопасности. На нем пешеходы, переходящие дорогу, могут безопасно дождаться разрешающего сигнала светофора. По схеме организации дорожного движения, согласованной с ГорГАИ, было предусмотрено перенос остановочного кармана после нового вокзала в сторону улицы Калинина. Однако, по желанию жителей нашего города и по согласованию с главой области Азаровым, было принято решение оставить остановочный карман на месте прежде нахождения и также оставить новое место под остановочный карман. В этом году в ходе второго этапа комплексного ремонта улицы на 2000 квадратных метров тротуаров положат плитку. Остальные пешеходные зоны обновят асфальтом. Также подрядчики приводят в порядок проезжую часть, меняют люки инженерных коммуникаций, наносят дорожную разметку, устанавливают светофоры, знаки, обустраивают новые парковочные карманы и ремонтируют уже существующие. Все это делают по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а точнее по подпроекту «Улица Победы» в честь имидесятипятилетия Победы в Великой Отечественной войне. Подрядная организация завершит все работы до 31 октября. Они ведутся с опережением графика. Елена Малютина, Николай Сидоров, События. Кредитные карты в пандемию стали для банков проблемой, а компания Zoom, на платформе которой проводились уроки во всех школах во время дистанционного обучения, за это время заработала больше, чем за весь предыдущий год. Обо всем подробнее расскажет Виктория Шарая в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте! Вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Виктория Шарая. Нефть марки «Брент» укрепила позиции по состоянию на 2 сентября и торгуется на отметке в 45 долларов 97 центов за баррель. Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком, на среду вырос до 88 рублей 15 копеек. Курс доллара опустился до 73 рублей 58 копеек. Кредитные карты в пандемию стали для банков проблемой. Если до кризиса на кредитки приходился только 1% от суммы реструктурированных долгов россиян, то сейчас их доля подскочила до 12%. Банки стали активнее пересматривать условия погашения обязательств по кредитным картам. На 1 апреля кредиты, попавшие под реструктуризацию, в основном были потребительскими или ипотечными. А к 1 августа ситуация изменилась. Объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80-85 миллиардов рублей. Компания Zoom, на платформе которой проводились уроки во всех школах во время дистанционного обучения, за это время заработала больше, чем за весь предыдущий год. Прибыль выросла в 34 раза, а количество активных пользователей в 57 раз. Она не так давно присутствует на фондовом рынке. Ее первичное размещение акций состоялось в апреле прошлого года. Тогда капитализация Zoom не превышала 16 миллиардов долларов. Но отчет за второй квартал этого года взвинтил их стоимость на 41%, моментально увеличив капитализацию до 129 миллиардов долларов. Теперь эта компания входит в двадцатку самых дорогостоящих в США. Этим летом на юге России отдохнули, по предварительным данным, более 7 миллионов человек. Об этом заявляет Федеральное агентство по туризму. Количество отдохнувших – это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было неочевидно, удастся ли куда-либо съездить в отпуск, сезон можно считать состоявшимся, отмечают и в Ростуризме. При этом там считают, что тяжелый год открыл для туристической отрасли новые горизонты. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Сегодня в стране памятная дата – день окончания Второй мировой войны. Это своего рода день победы на Востоке. 2 сентября 1945 года был подписан акт о капитуляции Японии. Этот документ положил конец Второй мировой войне, которая продолжалась 6 лет и унесла миллионы жизней. Невосполнимый вклад в освобождение мира от нацизма и фашизма внес Советский Союз, в том числе жители города Куйбышева. В эту среду воспитанники военно-патриотических клубов и объединений Самары, члены общественных организаций, волонтеры Победы и юнормейцы пришли к памятнику соловецким юнгам, чтобы поднять флаги, возложить цветы и спустить на Волгу венки в память о погибших героях. В школе сейчас уделяет мало внимания истории, особенно урок. Поэтому мы этим делом занимаемся и у детей интерес молодежи большой сейчас. Поэтому патриотическое воспитание, мне кажется, сейчас важно, чтобы не потерять нашу молодежь. Сохранять историческую память о героях Великой Отечественной войны будут и во дворе школы 148. Там открыли стеллу, посвященную подвигу погибших летчиков. На торжественной церемонии побывал Анатолий Головко. Школа номер 148 носит имя героя Советского Союза, командира эскадрильи 508-го истребительного авиационного полка Василия Михалева. Василий Павлович прошел серьезную подготовку в годы войны в Ульяновской школе летчиков. После этого попал на фронт. Вместе с боевыми товарищами он сражался на Курской дуге, дошел до Австрии и закончил войну в Вене. Его наградили орденами Ленина, Красного Знамени, Александра Невского, а также орденами Отечественной войны, 1-й и 2-й степеней. На торжественную церемонию открытия стеллы летчикам пригласили сына героя. Во-первых, хотелось выразить большую благодарность директорам школы, всему педагогическому составу и всем учащимся за ту большую работу, которую они проделают по патриотическому воспитанию в своей школе. По словам главы Ленинского района Лены Бондаренко, память о героях Великой Отечественной войны нужно сохранить для будущих поколений. Юноши и девушки не должны забывать о подвигах советских солдат и офицеров. Дизайн-проект был разработан архитектором районным. Он очень нравится подрастающему поколению, школьникам, которые учатся в этой школе. И мы надеемся, что память о героях-летчиках всегда будет в сердцах нынешних и будущих поколений. На торжественной церемонии выступили военные, представители городских властей и юно-армейцы. Школьники подготовили для гостей творческие номера и исполнили патриотические песни. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События. А теперь коротко о других событиях этого дня. До 1 октября у федеральных льготников есть возможность вернуть себе набор социальных услуг и в 2021 году воспользоваться правом на бесплатные лекарства. Об этом сообщает региональный Минздрав. Напомним, в Самарской области за счет средств областного бюджета федеральные льготники получают лекарства, не входящие в утвержденный перечень, но необходимые пациентам по назначению врача. Каждый получатель волен выбрать либо бесплатные препараты, либо денежную компенсацию. Те, кто в следующем году хочет получать не компенсацию, а лекарства, должны до 1 октября подать заявление. Сделать это можно также через личный кабинет на сайте портала Госуслуг или на сайте Пенсионного фонда России. Новым руководителем национального парка «Самарская лука» стал Евгений Березкин. Ранее он исполнял обязанности начальника управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Самарской области. Александр Губернаторов, бывший руководитель «Самарской луки», покинул должность год назад. В Самаре женщина, нарушившая правила дорожного движения 59 раз и не оплатившая долги, была остановлена сотрудниками ГИБДД на посту в поселке Мехзавод. Водитель накопила штрафы на 26 тысяч рублей. С процентами эта сумма выросла до 85 тысяч. Покосить долг автолюбительница решила только после того, как ее внедорожник был арестован. Школьники Самарской области, имеющие особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенные в государственный информационный ресурс о детях, проявивших выдающиеся способности, могут претендовать на получение грантов. Для подачи заявления необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг. Оформить заявку на грант в размере 125 тысяч рублей можно до 10 октября. Всего в России таким образом поощрят 850 школьников. Деньги можно будет потратить на любые цели. В Самарской области запускают новый железнодорожный туристический проект. 26 сентября по маршруту Самара-Жигулевск-Самара отправится специальный поезд, который провезет туристов по Кольцевому пути вдоль Волги. Пассажиры пройдут по самым живописным местам области с остановками в Самаре, Жигулевском море, переволоках Сызрани и снова в Самаре. Побывают на смотровой площадке имени Валерия Грушина и увидят живописную панораму Жигулевских гор. Во время остановки в Жигулевске туристам на выбор предложат посещение музеев «Самарская Лука», «Дом Ариболита», «Дом Лисы», «Поход в гору Отважное» и «Намолодецкий Курган». Кроме того, культурно-духовный Кремль «Богатырская Слобода» в этот день тоже откроет свои двери для участников кругосветки. В парке Гагарина представители ГИБДД и Департамента образования Самары провели профилактическую квест-игру для учащихся «Дорога в школу». В игровой форме детям напомнили правила дорожного движения. На акции побывала Елена Малютина. Как правильно переходить проезжую часть, что такое световозвращающие элементы и как их использовать? Представители ГИБДД организовали для школьников викторину и мастер-класс по изготовлению светоотражающих элементов на одежду для пешеходов. Пять минут и яркий значок, который может сохранить жизнь и здоровье, готов. То есть ты готовишься к Новому году, да? Да, да, да. Побывали участники квеста и в роли водителей. Правда, пока только самокатов. Для них установили светофоры и подготовили разметку. Школьники познакомились и со спецтехникой госавтоинспекции. Хочется поздравить родителей и детей с началом учебного года и напомнить родителям, также о правилах дорожного движения, чтобы ребенок чувствовал себя на дороге уверенным. И, естественно, сегодня нужно повторить безопасный путь – дом, школа, дом. И я думаю, что в будущем ребенок не попадет в дорожно-транспортные происшествия. Все дети вернулись с отпусков, вернулись в родной дом, в родной город. И сегодня все пошли в школы, в детские сады. И, конечно же, всем ученикам необходимо напомнить правила поведения на дорогах. Особенно сейчас, когда количество машин возросло резко, все вернулись также в город. Для любителей селфи организовали тематическую фотозону. Всем школьникам подарили памятные призы. Елена Малютина, Николай Сидоров. События. В пригородных электричках началась акция «Ехать и читать». Пассажиры бесплатно могут скачивать электронные книги областной библиотеки. Для этого в вагонах есть специальный QR-код. Интеллектуальный эксперимент увидели наши корреспонденты. Прокатиться с пользой для ума с начала сентября можно в самарских электричках по всей области. Теперь брать с собой бестселлер в дорогу не обязательно. Чтобы почитать книгу, нужно приложить свой гаджет к QR-коду, размещенному на стене в вагоне. И нужная книга русской или зарубежной классики, а также современных самарских авторов, окажется у пассажира в электронном виде. Причем бы и нет. И для старого, и для молодого поколения это достаточно полезно. Читать в принципе полезно. Но время скоротать. За час можно книжку прочитать. Был бы чудесно. Просветительская акция «Ехать и читать» стартовала по всей Самарской области. Услуга для пассажиров бесплатная. Плакетки с QR-кодами. Они размещены в каждом вагоне в количестве четырех штук. Всего у нас 132 вагона. Поэтому за две ночи мы все это разместили и готовы к запуску этой акции. Инициатором проекта выступила областная библиотека. Пока в электронном виде доступны порядка 200 книг. Скоро виртуальные полки пополнятся новой художественной литературой. Уникальной возможностью станет чтение книг именно самарских авторов. Мы сотрудничаем с Самарской областной писательской организацией, Самарской областной организацией молодых литераторов. И книжки очень хорошие, очень нужные, очень важные будут теперь доступны для такого электронного бесплатного чтения. Акция «Ехать и читать» призвана возрождать любовь самарцев к чтению художественной литературы в новом электронном формате, говорят представители областной библиотеки. Создавалась электронная библиотека на деньги нацпроекта «Культура». Министерство транспорта активно реализует национальные проекты безопасной и качественной автомобильной дороги, направленной на всестороннее развитие транспортной инфраструктуры. Мы готовы поддерживать другие национальные и творческие акции в взаимодействии с Министерством культуры и другими ведомствами. Работаем ради жителей Самарской области. Главная цель нацпроекта заключается в улучшении жизни качества наших граждан. Акция «Ехать и читать» затронет не только железную дорогу. Чуть позже постеры с QR-кодами для свободного скачивания книг в пути появятся в рейсовых междугородних автобусах и в залах продаж билетов. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, События. Новое прочтение всеми известной сказки. Самарский театр «Витражи» открыл сезон постановкой «Муха-цокотуха». Спектакль объединил в себе оперу, балет, мюзикл и драму. Вместе с юными зрителями постановку оценили и наши корреспонденты. Муха-цокотуха. Автор популярных детских стихов Корней Иванович Чуковский в исполнении Сергея Иванова на сцене Самарского художественного театра «Витражи». Юные зрители и их родители застают его за работой в момент написания легендарной мухи-цокотухи. Чуковский находится на сцене на протяжении всего спектакля. Чтобы оправдать все то, что происходит, все-таки это, получается, среди насекомых же, это же про насекомых, а ведут они себя как люди. Чтобы вот это все дело оправдать, это все происходит в голове Корнея Ивановича. То есть он это все придумал, что букашки, они не просто там в траве ползают, а у них вот все как у людей. Что у них вот там есть купцы, там есть мухи, есть именинницы, есть самовары. Поставил спектакль столичный режиссер-постановщик Андрей Казаков, лауреат Международной премии Станиславского и театральной премии Чайка. Но на премьеру приехать не смог, занят в других проектах. Он объединил на сцене разные театральные жанры – оперу, балет, мюзикл, драму. А музыка Верди, Штрауса и Шостаковича открывает новые грани известных детских стихов. Уверена Анна Маркова, исполнительница главной роли. Есть какие-то вещи, которые могут зацепить и взрослого человека, и ребенка. Всегда вообще все про любовь. Про благородство, про храбрость, про дружбу. То есть он такой спектакль, в котором очень многие вопросы для детей открываются. Спектаклем оперы «Муха-Цокотуха» в Самаре открылся 26-й театральный сезон. Премьера прошла в ДК «Железнодорожников» при полном аршлаге. Постановка стала возможна благодаря участию театра «Витражи» в федеральной программе «Театры детям». Владимир Соловьев, Константин Головин. События. В Самаре начали готовиться ко дню города, который отметят в воскресенье 13 сентября. Праздник пройдет в полном соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Проведут дезинфекцию площадок, всех конструкций и контактных поверхностей. Организуют бесконтактную термометрию на каждом КПП. Пропускные пункты оборудуют бесконтактными санитайзерами. Участникам выдадут одноразовые маски. Также обеспечат социальное дистанцирование. Празднование дня города запланировано на разных площадках, чтобы избежать скопления людей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова